анатолий эдуардович подскажите какие плюсы и что получает акционер который на этой стадии развития компании инвестирует в проект ну поскольку сейчас стадии венчурную это так есть большие риски но не риски скорее психологические для инвестора это непонятно вообще получится не получится я знаю что все получится а тут там не поедет что-то сломается порвется вдруг не будет заказчиков то ну обычно вот эти вопросы сдаются инвесторами самим себе и они не получают ответа я знаю что все получится все будет работать и у нас будет заказ но поскольку инвестор рискует своими деньгами, то и риски в его понимании сейчас очень высокие, то на данной стадии он приобретает долю в компании, в группе компаний, в холдинге с большим дисконтом. И поэтому то, что сегодня инвестор приобретает за тысячу долларов или тысячу рублей, то это через два-три года может стоить миллион долларов и миллион рублей. Поэтому естественно взвесить все инвестору выгоднее на самом деле прийти сейчас, чем позже. Хотя риски сейчас естественно выше. Но когда мы построим тестовые участки сертифицируем и выйдем на заказы, мы прекратим продажу акций. Уже в коренную компанию попасть не будет невозможно в технологии. Поэтому тот, кто сейчас рискует, то естественно получает большую долю за меньшие деньги и он будет как бы в технологии, то есть вот в холдинге, через который он попадет потом в любой адресный проект в любой стране мира. Потому что технология, без нас это сделать нельзя, мы будем присутствовать в любой компании, в любом проекте адресном, неважно это грузовой, городской или высокоскоростной, скайовой. И естественно инвестор, уже будучи акционером группы компаний, будет получать уже дивиденды от каждого адресного проекта, где используют наши технологии. При этом, когда мы выйдем на IPO, на фондовый рынок, то наши акции будут котироваться и любой акционер может продать свои акции, ну, за значительно большие деньги, если захочет, ну, заработать на этом. Либо, может там, часть акции продать, часть оставить себе, чтобы получать дивиденды, то есть он вернет значительно больше денег, чем он вложил, на порядок, а то и два порядка. И еще останется значительная доля, которая позволяет получать дивиденды, ну, пока существует адресный проект. А это период сотни лет. Транссибирская магистраль построена больше ста лет назад, а до сих пор работает. Поэтому, если бы там были акционеры, в этой компании, они сегодня тоже получали дивиденды. Их дети, внуки получали дивиденды. Вот такие у нас планы.